Запись. Да, все, все хорошо. То есть данным вебинарием, как правило, на итогах месяца мы говорим о том, что у нас, какие у нас результаты были в предыдущем месяце, и такая точка синхронизации там, где мы с вами говорим о стратегии развития, о каких-то тактических действиях наших, о стратегии развития. И мы с вами в этом месяце, в феврале, у нас начался новый спринт. Мы с вами вошли в первый спринт 2021 года, и сейчас все абсолютно результаты, замеры результатов, они будут идти, исходя из спринта. И сегодня моя задача рассказать о том, что у нас было в феврале, и самое главное, это рассказать о стратегии развития на первый спринт 2021 года и рассказать о тактических наших событиях, нашей событий на линейке, в которой будет весь этот спринт, весь первый спринт. Так, и давайте начнем. Значит, февраль у нас все началось с того, что мы с вами от 6-7 февраля собрались в Москве, для того, чтобы ввести итоги года. Это наше с вами самое главное вообще событие компании, это событие номер один, на которое собирается огромное количество людей, в этот раз тоже самое. Мы с вами, несмотря на все ограничения, несмотря на все ограничения, которые сейчас весь во внешнем мире, несмотря на вот эти моменты, мы смогли с вами собраться, смогли провести на предприятии, причем сама площадка, она говорит то, что вы вообще ребята обладаете, потому что, ну, вообще, в принципе, вы едите, у нас площадку собрал на какое количество людей, вот. И еще раз я хочу от себя побудрить всех ребят, кто были там, офлайн, кто приехал в Москву, потому что, ну, вы очень молодцы, и для нас это очень важно, что вы приехали на это мероприятие, и на это мероприятие для нас, чем оно было важно, по важности номер один событий, это представление нашей версии UDS 4.0, нашего нового поколения продукта, которое мы сделали релиз 8 февраля, и сейчас уже мы практически месяц работаем с новой генерацией. Значит, это у нас, таким образом, мы начали с вами февраль, начали спринт, и сейчас поговорим о том, что нас ждет в ближайшем будущем. Значит, по событий на линейке, значит, совсем скоро, это уже практически через, ну, полторы недели осталось, у нас будет большой форум в Тюмени 13-14, не февраля, а марта, тут ошибка, 13-14 марта мы соберемся в Тюмени для того, чтобы провести большой бизнес-форум. Значит, вот с этими ребятами Тюмень у нас выиграла на итогах года, стали городом номер один по товарообороту. Значит, Тюмени 13-14 марта форум. Затем следующее событие, которое у нас с вами будет, это Санкт-Петербург, 20-21, тоже марта, ошибся февраль, 21 марта мероприятие в Санкт-Петербурге. Также на этих входных 6-7 марта, я знаю, что будет мероприятие в Сочи, мы уже об этом тоже говорили в телеган-каналах, значит, это наша событий на линейке, ближайшие мероприятия в марте. Зачем? Я думаю, что другие города тоже будут подтягиваться и будут проводить форумы, я сейчас обозначил те форумы, на которых я буду сам, еще раз с 13-14 марта Тюмень и 20-21 марта будет город Санкт-Петербург. Затем, дальше, следующая такая рэперная точка в нашей событий на линейке, это школа 20, она состоит у нас 3 и 5 апреля, это будет в Москве. Школа 20, она организует инспортальные бизнесы, и на эту школу приглашаются все партнеры, которые в этом спринте в одну из недель сделали 20 финансовых циклов. То есть, чтобы попасть на эту школу, нужно вот в этот период, в этом спринте с 1 февраля, вот по 3-5 апреля сделать 20 финансовых циклов за одну неделю. Значит, там соберется весь топ-состав, лидерский состав компании, и значит, два дня будет обучение. Я знаю, что там будет два дня обучения для партнеров, те, кто сделали 20 финансовых циклов, и, насколько я знаю, 5 апреля будет тоже отдельное закрытое обучение для партнеров, для директорского уровня. Так, идем дальше. Следующее важное событие, о котором нужно проговорить, это Турция, 11-14 июня, это уже утвержденная дата, и сейчас мы в процессе определения отеля, то есть сейчас идет обсуждение отеля, и я думаю, что в ближайшее время, в самое ближайшее время, мы уже сможем объявить отель для того, чтобы вы могли туда бронировать путевки, и мы с вами соберемся 11-14 июня. Это будет обучение, тоже будет 4 дня, и, как правило, у нас в такие мероприятия собирается большое количество людей, эти мероприятия, они делаются без, то есть на самом мероприятии, чтобы попасть, то есть нет никаких ограничений, любой абсолютно партнер, можно приехать, и более того, на эти мероприятия приезжают потенциальные клиенты, потенциальные партнеры для того, чтобы вот в рамках вот этого мероприятия 4 дней познакомиться с партнерами, познакомиться вообще с сообществом, вот, и для того, чтобы для себя принять решение. Идем дальше. Это у нас июнь, и спринт у нас с вами закончится до, спринт у нас идет с 1 февраля до 31 июля, и спринт наш с вами закончится 31 июля, и, как правило, мы уже на следующей неделе, то есть это первая неделя августа, мы отмечаем день рождения компании. Значит, в этом году мы решили день рождения сделать следующим образом. То есть вы помните, что мы проводили в разных форматах, это были и зарубежные поездки, это были и в прошлом году мы с вами собрались в Сочи, опять же, в пик вообще таких ограничений, вот, мы в любом случае собрались, смогли провести мероприятие, вот, и я думаю, что в том контексте и в тех ограничениях это был успех, потому что мы вообще в принципе смогли, мы не онлайн собирали, мы смогли оффлайн провести это мероприятие. В этом году мы решили сделать мероприятие следующим образом. День рождения компании мы решили провести в Москве, это будет еще раз начало августа, сейчас датами тоже определяемся, определяемся с датами, и мы хотим сделать это мероприятие следующим образом. Это будет не в тех форматах, в которые мы с вами привыкли, где мы, как бы, день рождения проводим в каком узком кругу. Обычно у нас на мероприятие приезжало там 200-300 человек, 200-300 партнеров по приглашению в компанию. Мы в этом году решили сделать мероприятие, ну, скажем так, не просто собраться, не просто отметить день рождения, но и провести с пользой. И в этом году мы хотим сделать рекрутинговое мероприятие, то есть один день собрать гостей и провести такую большую презентацию компании. Сейчас мы думаем, что это будет один день, то есть один день, куда вы сами приезжаете, куда вы приглашаете гостей потенциальных. Это будет, знаете, как наподобие итоги года, но не в таком формате, не два дня, а вот именно один день, там, где мы, один рекрутинговый день, там, где мы рассказываем о компаниях. То есть это будет большая, я думаю, что это может быть там на тысячу, на полторы тысячи человек, мы сейчас сопротивимся с залом, вот, и это будет большая презентация. То есть там будет и администрация, и там, ну, я буду выступать, у нас будет директора продукта по развитию технических директора, у нас будут выступать партнеры, у нас будет выступать очень много партнерских кейсов. То есть еще раз, это большая такая презентация компании, наверное, ну, самая лучшая презентация компании, где там практически весь день мы будем говорить и о продукте, и о самой компании, и о партнерской программе, и будут выступать партнеры, которые будут делиться своим, своими партнерским кейсами, своими клиентским кейсами и так далее. И сейчас мы тоже в процессе организации этого мероприятия. Я думаю, что в ближайшее время, возможно, что уже на следующих итогах месяца, через месяц, я смогу выйти и рассказать им уже более подробно с датами, как это будет происходить. Значит, день рождения компании еще раз, начало августа. Это будет мероприятие где-то на тысячу, может быть, на полторы тысячи человек. Оно будет рекрутинговое, где мы можем с вами пригласить очень много потенциальных клиентов, партнеров для того, чтобы им рассказать о компании. Потом, в конце этого дня, я предполагаю, что мы сделаем, то есть, нам все равно нужно будет день рождения, будет какая-то финальная часть, мы будем с вами включать день рождения, еще что-то, может быть, прям тусовку. Вот, в общем, день рождения отметили. Причем у нас понимание такое, что мы выходные дни возьмем для того, чтобы провести в начале августа день рождения готовые мероприятия. И, в общем, на субботу мы хотим это мероприятие сделать, в субботу. И на следующий день, это будет свободный день для того, чтобы вы могли пообщаться с командами, чтобы вы могли пообщаться с потенциальными клиентами, партнерами, которые у вас были на мероприятии, для того, чтобы у вас было время отвечать на вопросы и делать регистрацию. Значит, и после этого мы собираемся организовать лидерскую поездку. Значит, вы помните, что у нас была в прошлом спринте лидерская поездка, но мы ее в итоге не поехали, потому что есть ограничения и ехать, и мы не можем рисковать здоровье наших партнеров, поэтому мы решили эту лидерскую поездку перенести. Мы ее переносим уже на этот спринт. Значит, и весь этот спринт можно работать для того, чтобы в эту лидерскую поездку попасть. Если мы говорим про день рождения компании, то туда может попасть абсолютно любой человек со своими гостями, потому что это и культиво мероприятие. А вот лидерская поездка, это уже по результатам спринта. Мы, я чуть дальше расскажу об условиях, и те люди, которые эти условия выполняют, мы их приглашаем в эту лидерскую поездку. Значит, и долго размышляли по поводу того, как сделать лидерскую поездку, куда бы мы хотели поехать с лидерским составом компании, и, значит, вот чем мы руководствовались. Если вы были на мероприятии на итогах года, и я там в конце своего выступления на второй день говорил о том, что, ну вот мои, как бы, такие заметки из жизни, я вижу, что, я заметил, что у нас есть как минимум два уровня понимания истины. То есть два уровня понимания абсолютно любого явления, события и так далее. То есть два уровня понимания. Первый уровень, первичный уровень, это понимание на интеллектуальном уровне. То есть тогда, когда мы понимаем какое-то событие, явление, какую-то истину, мы понимаем, то есть сначала мы собираем информацию, то есть это интеллектуальный уровень понимания. Я приводил пример, например, езду на велосипеде. То есть мы с вами можем почитать о том, как работать на велосипеде. То есть когда мы все были с вами маленькими, нас учили ездить на велосипеде, и вначале нам рассказывали, как это нужно делать. И мы собирали информацию, то есть мы интеллектуально пытались понять, как это вообще процесс происходит. И это первый уровень понимания интеллектуальности. И для того, чтобы двигаться дальше, нужно переходить на... когда мы пожимаем это на опыте. То есть я понял, как ездить на велосипеде, то есть интеллектуально. То есть я понимаю, как руки и педали, что есть руль, что мне нужно брать скорость для того, чтобы поймать вот это равновесие, значит, как поворачивать и так далее. Это все интеллектуально. И потом перейти на второй уровень для того, чтобы через тело, через свой опыт это прожить. То есть сесть на велосипед и уже самому поехать. И тогда, когда тело, через тело проживаем этот опыт, Вот тогда, когда тело понимает, как это нужно делать, это каким-то образом записывается в нейроны, в мышечную память. И если вы в детстве, например, катались на велосипеде, а потом у вас был большой перерыв, не знаю, 10-12 лет, и вы потом поехали куда-нибудь в какую-нибудь европейскую страну, там арендовали, взяли велосипед и поехали, то тело очень быстро вспомнит, как это делать. То есть очень быстро все произойдет, мышечная память и так далее, и буквально вы сели, и одна-три минуты вы уже поехали так, как в детстве. И абсолютно в каждом явлении и событии можно вот эти два уровня проживать. К сожалению, люди думают, что интеллектуального уровня достаточно. Люди думают, что, например, прочитать книжку по финансовой грамотности этого достаточно, прочитать там книжку по личному развитию этого достаточно. На самом деле это всего лишь первый этап, первая ступень интеллектуального понимания какой-то определенной истины или явления. И этого вообще недостаточно. То есть вы просто информацию собрали, вы, по сути, подготовились. И важно переходить в следующий этап. Там, когда вы на уровне тела проживаете вот этот опыт, накопленные знания. И мы с вами говорим про езду на велосипеде, мы с вами говорим там про, например, езду на автомобиле. Но если мы говорим про деньги, например, отношение к деньгам, то это та же самая история. То есть мы с вами можем пройти очень много тренингов финансовых по деньгам. То есть нам могут рассказывать там различные эксперты, тренеры, коучи о том, как нужно деньгами управлять, как нужно правильно деньгами взаимодействовать, как их нужно сберегать, как их нужно зарабатывать и так далее. Но это все интеллектуальный уровень. И у человека иногда бывает такое разочарование от того, что он там кучу тренингов прошел, а в жизни свои изменения каких-то не видит. Почему? Потому что человек застрял на вот этом одном уровне. То есть для того, чтобы у вас формировались какие-то паттерны в голове, чтобы создались вот эти нейронные цепочки, которые заставляют вас по-другому действовать, по-другому думать, по-другому другие эмоции. Чтобы мышечная память, то есть делась, нам нужно перейти в опыт, нам нужно на уровень тела это покажет. И что касаемо финансов, мы с вами очень много читаем по деньгам, книжки, тренинги и так далее. И, к сожалению, мало тренингов, которые бы нас заставляли на теле, на уровне опыта проживать вот эти знания. И когда мы организовали лидерскую поездку, мы задумались о том, что было бы хорошо не просто рассказывать о том, как с финансами нужно жить, а еще погрузить человека в такую среду, в такой контекст, где он мог бы растянуться, там, где он мог бы на уровне опыта всю эту историю прожить. И понятно, что нам нужно ехать туда, где уровень нормы людей по финансам очень высокий. То есть он прям зашкаливает. И когда мы посмотрели из ближайших мест, куда мы могли бы поехать, мы приняли решение, что это Лазурный берег Франции, это Монако, это Канны, это Ницца. То есть это Монако или Монтукарло, это город миллионеров, там, где очень дорогая недвижимость. И когда я в свое время туда попал, впервые, когда я туда поехал, в Монако, и когда я взял гида, и когда мы гуляли, и мне было интересно, чтобы гид мне рассказывал, например, как здесь люди живут, какой уровень жизни, сколько стоит, например, там, жилье и так далее. И я тогда уже зарабатывал хорошие деньги, я понял, что я вообще, в принципе, не дотягиваю до этого города. И это очень важная растяжка тогда, в тот момент у меня произошла. Почему? Потому что, когда я жил там в своем городе, не в столице, а в своем городе провинциально, я думал, что все хорошо, что у меня как-то, и так далее. Но когда ты перемещаешься в другой контекст, в другую среду, где совсем другие абсолютно цифры, ты начинаешь понимать, что тебе еще есть куда дальше двигаться. То есть ты начинаешь растягиваться. И на уровне опыта ты вот эту историю всю проживаешь. У тебя начинают по-другому мысли ходить, то есть эмоции, там, иммунные связи начинают формироваться. Ты начинаешь задаваться вопросом, почему есть люди, которые такие эмоции не живут. Знаете, если вы были в Монако и Монте-Карло, вы, наверное, замечали, что просто там идет огромная плотность дорогих автомобилей, дорогих бутиков, дорогих отелей на квадратный метр. И совсем как-то по-другому там дышится, и там воздух другой, то есть там вообще энергетика другая. И нам очень важно, если мы с вами говорим про финансы, вместе побыть там. Поэтому мы приняли для себя решение, что лидерская поездка у нас в этот раз в начале августа будет на Лазурен-Берик Франции. Значит, еще раз, мы с вами в начале августа встречаемся в Москве, проводим мероприятие рекрутинговое большое, на тысячу, на полторы тысячи, не знаю, может быть, на две тысячи человек. Мы делаем офигенную, самую крутую презентацию компании, продукты, компании, партнерской программы. Затем у нас будет один день, а на воскресенье у нас будет не то, чтобы мы поработали с людьми, там, может быть, поотвечали на вопросы, закрытие каких-то сделок. Вот. И потом уже на следующий день, в понедельник, у нас есть время для того, чтобы в Москве базируется в Ницце. Почему в Ницце? Потому что географически она находится в центре, ну и туда, в принципе, все летят самолеты. Москва-Ницца. Значит, мы прилетаем в Ниццу, базируемся в Ницце, и, ну, то есть, если вы знаете, да, то Ницце в центре, потом, значит, там, справа от Ниццы Монако-Монте-Карло, а слева Канны. Вот. И, значит, мы прилетаем в Ниццу, и во вторник, то есть на следующей неделе после нашего дня рождения в Москве, мы планируем сейчас пока провести там финансовый тренинг, то есть я буду этот тренинг проводить, я буду просто делиться своими мыслями, своими, скажем так, заметками, своими наблюдениями в жизни в плане финансов. И это будет всего лишь интеллектуальный уровень, то есть я вам просто расскажу свой опыт, но вы, то, что я буду говорить, вы будете просто воспринимать, как первый уровень понимания явления истины, это интеллектуально. То есть я просто буду рассказывать, что я заметил, что, например, в плане зарабатывания денег нужно так, или, например, в плане сохранения денег нужно так. Я заметил, что вот это внутреннее состояние, оно приводит к изобилию процветания, вот этого внутреннего состояния нет. То есть первое полное дня это будет вот этот финансовый тренинг. А уже после у нас планируется экскурсия, то есть мы хотим брать гидов и проводить экскурсии. Значит, первый день мы планируем еще раз в Ницце полдня тренинг, потом полдня это экскурсия в Ницце. Потом на следующий день мы хотим взять весь день для того, чтобы провести его в Монако, в Монте-Карло, потому что вот именно Монако и Монте-Карло, они славятся, ну, то есть это город миллионеров, то есть это экскурсия туда. И обязательно у нас еще будет день для того, чтобы съездить в Каны, там, где проходит Канский фестиваль и так далее. И вот на вот этом побережье, значит, между Монако и Канами, там еще есть очень много городов. Например, есть город Антип. Это любимый город, любимый порт миллиардеров, которые приезжают туда, паркуют свои яхты и там проводят какие-то каникулы. И очень интересно просто даже двигаться вот по всему берегу Лазурному и просто заезжать вот в эти небольшие городки, где просто идет плотность миллиардеров на квадратный метр, она просто зашкаливает. Вот, поэтому я даже за то, чтобы... Просто за то, чтобы даже просто погулять там, просто походить по, значит, портам, не ставить яхты и просто пожить там с вопросом о том, что почему вот есть люди, которые таким образом живут, они как-то себя по-другому ведут и вот в этой энергетике провести вот эти три дня. И это однозначно история, которая будет растягивать. И вот в моем случае это тоже было, когда еще раз я впервые приехал в Монако, в Ниццу, и на тот момент, считая, что я зарабатываю очень хорошие деньги, я понял, что с моими деньгами здесь даже делать нечего, я даже не могу себе позволить в однокомнатную квартиру, потому что однокомнатная квартира не самая лучшая, они начинаются там от миллиона долларов еще в то время, от миллиона евро. Вот, и когда ты приезжаешь и понимаешь, что вот он, как бы, ну, есть люди, которые вот на таком уровне нормы живут, ты начинаешь себе совсем другие вопросы задавать, и ты начинаешь совсем по-другому смотреть на инструменты, которыми ты пользуешься. Поэтому это, я думаю, что для многих это будет такая очень сильная растяжка, и это будет старт для того, чтобы идти в более высокие доходы. Вот, потому что еще раз наше внутреннее состояние, оно определяет то, что у нас есть. Мы с вами всегда об этом говорим, что я первично, мир вторичен, и мир – это отображение того, что есть у меня внутри. Поэтому задача работать вот с этим моим внутренним состоянием, растягивать его, проживать различные новые опыты для того, чтобы мир, как зеркало, отображал уже совсем другие результаты. Вот такая у нас будет поездка, значит, на лидерскую поездку. И какие у нас есть условия? Значит, смотрите, лидерская поездка, мы приглашаем не всех, мы приглашаем только тех партнеров, которые создают определенные результаты в нашем с вами сообществе. Теперь условия. Мы не… Мы не… Напомните, условия лидерской поездки во втором спринте, когда закончился. Мы эти условия убираем, и мы создаем сейчас новые условия на эту поездку. Значит, условия сейчас вот есть на экранах. Условия за спринт. То есть с 1 февраля по 31 июля. В общем, любые абсолютно две недели за это время у нас сколько получается? 26 недель. Эти 26 недель, две недели любые по 100 финансовых циклов. Тогда от компании идет приглашение вам, то что мы вас ожидаем на эту поездку. Что значит приглашение? Это говорит о том, что вы сами прилетаете в Ниццу. Значит, мы потом скажем, где в каком месте у нас будет тренинг. Мы туда приходите, и потом мы все вместе ездим на различные экскурсии. Это приглашение на мероприятия. То есть у нас будет список, вам приходится присылать красивые приглашения, и будем вас ожидать на этом мероприятии. А те люди, которые сделают 3 недели по 100 финансовых циклов, таким людям мы еще компенсируем эту поездку. Значит, как правило, где-то на двоих, если там туда-обратно из Москвы, то где-то полторы тысячи долларов, если уже, например, прямо сейчас заниматься бронью, бронировать с отменой даже, если, то можно вложиться в полторы тысячи долларов. Понятно, что в Азурный берег там ценник очень высокий, но там есть, в принципе, чтобы туда поехать и там нормально пожить, то это будет достаточно. Полторы тысячи долларов это будет компенсация. Значит, пошли вопросы. Есть разово 300 финансовых циклов? Нет. Нам интересно, значит, чтобы человек делал это стабильно, чтобы было 3 недели. Вы можете 3 недели сделать по 300 финансовых циклов, и вы точно туда возьмете приглашение с компенсацией. Значит, условия здесь есть, они будут меняться 2 недели по 100 финансовых циклов, либо 3 недели по 100 финансовых циклов, это будет компенсация. Вот, и так как у нас 2 департамента, у нас есть департамент штабирования бизнеса, и у нас есть департамент по продукту, есть также промо, условия за спринт для тех, кто работает через продукт. Значит, есть, ну, скажем так, 2 пути, да, 2 способа попасть на это мероприятие, либо первый, который я озвучил, это второй вариант, через который можно на это мероприятие попасть. Значит, за спринт, за эти с 1 февраля по 31 июля те партнеры, которые делают 25 годовых абонентских плат, мы делаем приглашение таким партнерам. Что значит 25 абонентских плат? Это говорит о том, что абсолютно любые клиенты на любых тарифах, но у которых оплачена годовая абонентская плата. Значит, мы не можем брать, значит, то есть нам надо понимать, что когда, например, происходит продажа продукта за 900, вы понимаете, что когда 900 клиент оплачивает, то все 900 мы отдаем партнеру. Значит, единственная для нас, скажем так, понятная история с монетизацией, то есть там, где мы понимаем, сколько компания получит деньги, это когда клиент оплачивает годовую абонентскую плату. Ну и понятно, что нам нужны клиенты, которые на платформе, которые пользуются продуктом активно. Вот поэтому это 25 годовых абонентских плат. Это могут быть клиенты на лайте тоже, но которые оплатили годовую абонентскую плату. Значит, 25 годовых абонентских плат – это приглашение. И если за спринт 50 годовых абонентских плат, то это компенсация полторы тысячи долларов. Значит, да, 50 годовых абонентских плат. Еще раз, лайт с годовой, он тоже идет в зачет. Значит, это может быть про клиент на годовой абонентской плате, это может быть лайт с годовой абонентской платой. Не имеет значения. Значит, 25 годовых абонентских плат и 50 годовых абонентских плат – это компенсация полторы тысячи долларов. То есть те партнеры, которые сделают 50 и больше, значит, они получают компенсацию полторы тысячи долларов. Значит, сразу хочу сказать, значит, по клиентам, мы все партнеры, которые квалифицируются на этом предприятии через клиентов, мы будем проверять каждого клиента, мы будем смотреть, чтобы это были действующие клиенты, я понимаю, что вы этого делать не будете, вот, то есть не будете делать, зарегистрироваться для таких клиентов, делать фейки и так далее, вы этого делать не будете, потому что вы все люди осознанные, мы сами партнеры, партнерское сообщество, но тем не менее, я скажу, вдруг, если кто-то, кто, не знаю, кто еще не в нашем сообществе, еще раз, мы будем проверять всех клиентов, людей, которые регистрируют, которые квалифицируются на мероприятие, и если мы будем понимать, что есть фейки, мы не просто не пригласим такого человека, а то, скорее всего, что мы будем, наверное, расторгать партнерское соглашение, то есть с таким человеком, почему? Потому что, вы понимаете, партнерство, это тогда, когда, ну, основа партнерства, это честность, когда у вас есть партнер, вы там с ним делаете бизнес, и вы всегда ждаете, что это какие-то честные отношения, когда партнер начинает каким-то образом обманывать, то ваш вывод, вы говорите, что нет, с этим партнером я работаю не буду, та же самая история, мы с вами в партнерских отношениях, вот, поэтому основа этих партнерских отношений должна быть честность, и мы говорим, что если вот такие вот будут результаты, то мы готовы, мы будем приглашать таких партнеров и будем делать компенсацию. Поэтому вот это нужно учитывать. Так, и мы с вами должны еще подвести результаты февраля, рассказать, отметить тех ребят, которые активно работали в феврале, и начнем с вами со статуса. Значит, статусы в феврале. Давайте поздравим. Начнем со статуса М3. Евгения Плескач, город Тверь, статус М3. Любовь Антропова, город Пермь, февраль М3. Ирина Балута, Москва. Александр Карасик, Санкт-Петербург. Александр Теслин, город Саратов. Ольга Малафеева, город Арзамас. Мухаммад Аджиз, город Черкесск. Артем Бичинов, город Иркутск. И Елена Ким, город Южный Сахалевск. Это статус М3, региональный менеджер третьего уровня. Идем дальше. Региональный менеджер в феврале. Регина Мурзакаримова, Москва. Тамара Жуланова, Пермь. И Ольга Агранович, город Тольятти. Региональный менеджер. И в феврале у нас есть два директора. Директора первого уровня. Сергей Ильина Хабарковой, Улан-Удэ. И Евгения Гандархманова, город Южный Сахалинск. Это директор первого уровня. Затем, что нам нужно еще отметить? Нам нужно отметить партнеров, которые активно работали в первую линию. Начнем с партнеров, которые работали активно по партнерской программе. Два партнера в феврале. В первую линию. Сергей Белогорцев, город Пермь. Валерий Лесов, город Москва. Любовь Антропова, Пермь. Ирина Балута, Москва. Владимир Кожушка, Краснодар. Анна Проценко, Севастополь. Мухаммад Аджиев, Черкесск. Наталья Якоенко, Москва. Игорь Маркин, Тверь. Татьяна Бухарякова, я надеюсь, правильно назвал. Иркутск. Должит Будаева, Улан-Удэ. Михаил Стрельников, Москва. И Людмила Романова, город Вена, Австрия. Это два партнера в первую линию. Затем идем три партнера в первую линию. В феврале Арчем Бичинов, Иркутск, Ирина Староярова, Москва. И Ксения Теслина, город Энгельс. И пять партнеров в феврале в первую линию. Регина Мурзека-Римова, город Москва. Пять партнеров. Мы с вами говорили о темпе. Два партнера в первую линию в месяц. Сейчас не буду об этом говорить. Уже много об этом говорили. Еще раз. Я понимаю, то есть я полагаю, что просто нет фокуса. Если мы с вами не делаем два партнера, просто нет фокуса. Нет на этого запроса. Поэтому давайте в марте об этом, то есть на это сфокусируемся. И в марте сделаем, чтобы у нас в марте было огромное количество партнеров, которые два партнера в первую линию в течение месяца пригласили. И отметим также партнеров, которые поработали с клиентами в первую линию активно. Начнем с трех клиентов. Ирина Сергеевна Панкратова, Пермь. Владислав Попихин, Москва. Ольга Нигматулина, Нишкар-Орла. Твитты Кременов, Калининград. Надя Кравец, Сокал. Город Александр Теслин, Саратов. Максим Иоанна Маркисеева, Иркутск. Павел Рубанович, Краснодар. Ольга Махалова, город Омск. И Алла Козик, город Москва. Это три клиента за февраль. Дальше идем. Четыре клиента за февраль. Анна Беккер, Рин, Италия. Данил Голубь, Тамадедова. И Дмитрий Боков, Чеммень. Идем дальше. Пять клиентов в феврале. Денис Маламуш, город Пешкет, Кыргызстан. Шесть клиентов в феврале. Галина Абрамовских, город Алматы, Казахстан. Идем дальше. Пятнадцать клиентов. Пятнадцать клиентов. Четыре клиента на ПРО. И одиннадцать клиентов на ЛАЙТ. Итого пятнадцать клиентов в феврале. Ольга Малафеева, город Арзамас. И на первом месте у нас, опять же, никакой интриги. Татьяна Фурсова, у нее шестнадцать. На втором месте пятнадцать. У Татьяны Фурсова шестнадцать клиентов. Шесть на ПРО и десять на ЛАЙТе. Итого шестнадцать клиентов в феврале. Татьяна Фурсова, поздравляю. Ребята. И еще я вас начну тоже, начну говорить, рассказывать о интересной статистике. Вот в этот раз статистика по скачиванию. Помните, мы с вами говорили, что у нас есть планы по количеству скачиваний в этом году. Вот в феврале у нас произошло двести пятьдесят восемь тысяч двести сорок пять корней нашего мобильного приложения. То есть, ну, практически двести шестьдесят тысяч новых пользователей у нас пришло на платформу в феврале. На самом деле это не очень... То есть, это хороший результат, но нужно нам больше. Для того, чтобы нам попасть в те цифры, которые мы с вами себе поставили, нам нужно больше, минимум в два раза. Вот, поэтому посмотрим итоги марта. Так, ну, все получается. На этом, в принципе, все. Я думаю, вся информация. Еще раз поздравляю всех чемпионов февраля. Мы с вами сделали классное мероприятие «Итоги года». Значит, март у нас насыщенный мероприятие. Еще раз, шестого-седьмого марта – Сочи, тринадцатый-четырнадцатый марта – Тюмень, двадцатый-двадцатый марта – Санкт-Петербург. И мы с вами все работаем сейчас на ближайшую школу, школу 20, на 3-й, 5-й апреля в Москве. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего, продуктивного и результативного марта. И до следующих встреч. Все, ребята, все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok